Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok МОКС. Ребята, я уже пробовал. Я заменяю вот эти обычные ячейки на МОКС ячейки, и генератор вырабатывает ровно столько же, сколько и с ячейками урановыми. Поэтому, в принципе... Блюк в аппе, надо будет поправить. Поэтому, в принципе, совершенно без разницы, чем я здесь топлю вот этот свой реактор. Работает он с одинаковой эффективностью, с одинаковой мощностью. Кстати, уже нужно будет сюда дверь поставить, наконец. Вот. Единственное, что меня бы спасло, это, конечно, жидкостный реактор, но делать его, если честно, не очень хочется. Ну, ладно, посмотрим. На самом деле, смотрите, что я вообще сюда полез. У меня была одна идейка. В принципе, смотрите, у нас наш с вами мост квантовый, он активируется только отсюда. И если мне, допустим, для занятий в вечере понадобится песок, мне придется сюда спускаться. То есть, никакого другого способа сейчас у нас активировать мост нет. Поэтому я что-то так подумал, а может быть, нам с вами попробовать заняться Open Computers дальше? То есть, сделать себе планшетик, как он, кстати, там называется, по-моему, так называется, таблет. Или нет? Таблет, 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 таблет кейс. Да, действительно. Есть у нас вот такая вот штука. Может быть, нам попробовать ее сделать? Это фактически планшет. Единственное, что в таком случае, если у меня есть еще модули, нам с вами понадобится здесь сделать какой-нибудь модуль беспроводной. Карточку второго уровня я сюда еще могу поставить. Если мы с вами попробуем поискать по Open Computers, мы увидим, что есть у нас карточки. Если бы я еще только помнил, как они называются. Интернет-карт, графикс-карт, графикс-карт, ремоут-карт. Она как-то так, кажется, называлась, если мне память не изменяет. Для того, чтобы я, собственно, нетворк-карт. Угу, только мне нужна беспроводная. Redstone-карт, Redstone-карт. Ладненько, найдем потом эту штуку. В принципе, мне бы это позволило видеть, ну, даже не то, чтобы видеть интерфейс похожий с этим. Я могу, конечно, это сделать, но не уверен, что буду. Я себе смог бы удаленно нажимать на кнопки. То есть включить резервное питание, активировать мост и так далее. В принципе, наверное, было бы неплохо. Давайте я сейчас попробую разобраться, какая карточка нам нужна. И в зависимости от того, влезет она у меня в этот корпус или нет, мы с вами пойдем тем или иным путем. Увидимся. Итак, YouTube. Я провел некоторое время в сингле, протестировал. Да, в принципе, эти штуки вполне себе функционируют и работают. Поэтому я себе даже сделал все необходимые, ну, надеюсь, что все необходимые прибабахи, для того, чтобы нам себе сделать планшетик. Пойдемте этим делом заниматься там, где у меня есть уже Open Computers. Потому что нам с вами для того, чтобы сделать планшет, понадобится блок под названием Electronics Assembler. Собственно, штука, которая нам позволяет собирать роботов, или в нашем случае... Ой, я забыл отсюда факелы поставить назад, е-мое. Или, собственно, планшет в нашем случае. Потому что крафтятся они именно при помощи этой штуковины. И она требует энергии из Open Computers. У нас здесь с вами все хорошо, даже мост я включил, он периодически почему-то сразу делается оффлайн, корвин, что ты там творишь. Ну ладно, ничего страшного. Так, это дело нужно куда-нибудь будет поместить. И, кстати, кроме того, мне больше не нужен Disk Drive. Поэтому давайте его отсюда снесем. И на его место поставим... А давайте, наверное, сюда вот этот вот Assembler как раз и поставим. Он просто тоже компонент. Я не уверен в том, что у нашего компьютера хватит мозгов на то, чтобы вытащить еще два блока. Потому что, кроме того, мне еще нужен Charger. Давайте его поставим вот сюда. Соответственно, штуковина, которая сможет заряжать нам наш планшет. И она также будет использоваться для того, чтобы на этот планшет что-нибудь записывать. То есть, фактически, она будет использоваться как Disk Drive для планшета. Но сначала нам его нужно с вами собрать. Я себе сделал кейс второго уровня. И надеюсь, что мне, в принципе, хватит всех компонентов. Я себе сразу же сюда поставлю Battery Upgrade, для того, чтобы у нашего планшетика была батарейка получше. И Solar Generator Upgrade, для того, чтобы он мог заряжаться от солнца. Кроме того, нам с вами сюда совершенно необходимо поставить клавиатуру. Иначе мы с вами не сможем там ничего писать. Кстати, вот эту штуку, наверное... Да нет, наверное, не буду я сюда ничего ставить. В принципе, можно было бы дать нашему планшету какой-нибудь там дополнительный модуль. Для того, чтобы он там, не знаю, мог взаимодействовать с Redstone'ом или что-то типа того. Ну ладно, ставим сюда память. Ставим сюда процессор, который у меня был готов от первого моего компьютера. Сюда мы с вами поставим карточку третьего уровня. И графическую карточку второго уровня. Кроме того, жесткий диск. И вот что я забыл. Я забыл BIOS. Complexity, кстати, у нас уже... Эй, корвинчик. Да, BIOS. Корвинчик наигрался вроде как немножко. Так, мне только нужно сделать еще одну вот такую штуку. Все-таки в Open Computers'ах, конечно, крафт... Ну, не могу сказать, что как в Greg'е. Наверное, как в Steve's Cards. То есть тоже многоуровневый, непонятно зачем. Ну ладно, и пером. И теперь, кстати, мне его нужно с чем-то было совместить с книжкой. Для того, чтобы получить уже необходимую нам штуку, кенцию. Отлично. У нас всего хватает. Ура. Совмещаем, получаем. Loa BIOS. Этот BIOS мы также с вами засандарим в наш планшетик. Complexity 13 из 14. Странно только, что было 14 из 14. Нет? Глюки? Глюки. Assemble. И... Написано, не глотайте ачивка у нас. Пошел процесс создания. Он будет идти не очень долго, чуть больше минуты. Пока он идет, давайте выключим компьютер. И поставим сюда еще одну беспроводную карточку. После этого компьютер включим. И я надеюсь, что у нас все с вами загрузится. Что у меня хватит ресурсов процессора. Что у меня не будет слишком много компонентов. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Запустим мониторинг. Ой-ой-ой. Мониторинг. И... Да, отлично. Даже мост мы увидели, что у нас все онлайн, все в порядке. Так, как тут наш планшетик? Планшетик у нас некоторое время еще будет заряжаться. Давайте... Точнее, создаваться. Давайте я его создам и вернусь. YouTube-планшетик. Готов наш с вами планшетик. Я его, на самом деле, уже зарядил в чарджере. Именно для этого у меня здесь стоит рычаг. Но, наверное... Давайте-ка, знаете, что попробуем сделать? Давайте попробуем это дело сменить на трубы из Билдкрафта. Потому что, по идее, нам чарджер имеет смысл включать только если в нем что-нибудь находится. Давайте-ка мы проверим. Может быть, здесь есть у нас сайтом с инвентурии. Ну-ка, положим сюда чарджер. Видишь ты его? Ты его видишь! И Корвин куда-то опять полез. И в этом случае мы будем выдавать Redstone сигнал. И в таком случае у нас с вами будет чарджер включаться. Соответственно, если я отсюда убираю, наш планшет чарджер автоматически выключается. Это хорошо, потому что он, соответственно, оперирует Redstone сигналом. Чем выше Redstone сигнал, тем он быстрее будет заряжать. По идее, вот такой вот сигнал он должен дать 100% зарядки. Ну, в принципе, наш планшетик еще умеет и от солнца заряжаться. Но это, конечно, если я выйду, наконец, из своих катакомб на улицу, на свежий воздух подышать. Кроме того, я немножко дописал программку. Сделал здесь вот такое вот оповещение, которое занимается... Опаньки. Понятно, не покажу. Которое занимается тем, что, собственно, подключает вот эту вот карту, открывает порт на прослушку. И ждет, пока же у нас с вами наш планшет сюда приконнектится, зацепится. И сам по себе планшет. Делаем правый клик и видим то, что опаньки, опаньки, у нас с вами нету здесь операционной системы. Вот для этого мы с вами charger будем также использовать. Мы сюда положим планшет, пусть он там заряжается, фиг бы с ним. И по идее, вот здесь теперь у нас должно появиться еще одно устройство. Давайте выключим нашу программу мониторинга временно. Выключайся. И посмотрев на DF, мы видим, что у нас с вами появилось еще одно устройство с таким длинным непонятным адресом. MNT86B, оно у нас смонтировано. Давайте на него установим операционную систему. Для этого нам нужно перейти в наш HDD OpenOS. Где-то же у меня должен быть OpenOS. Это работало в Single, не может такого быть, чтобы его здесь не было. А, понятно, извините. Так, где-то здесь должен быть наверняка в BIN. Должен быть файлик install, да. И будем мы с вами ставить вот на это непонятное устройство. Номер 2. В чем прелесть вот такой еще и установки? Сейчас, по идее, если я ничего нигде не напутал, у нас с вами на планшет должны залиться и все те файлы, которые у меня обслуживали вот этот компьютер. То есть все мои API, весь мониторинг, все вот это прочее там тоже в итоге должно оказаться, потому что все это дело лежит у нас в папочке USR, которая тоже копируется. Именно из-за этого я, собственно, там и делал себе изначально программку. Точнее, не только из-за этого. Это у меня привычка такая, все делать в USR. И перезагружать. Нет, не надо ничего перезагружать, потому что мы с вами ставили операционку на внешний жесткий диск, в данном случае наш планшет. Теперь мы его с вами можем включить. Он должен включиться успешно. Пип. И пошел грузиться. Пусть себе грузится. Давайте здесь вернем мониторинг. Это у нас было в USR HP. Мониторинг. Да не мониторинг, а мониторинг. Грузись. Отлично, все работает. Remote I.O. у нас все еще ожидает. Но здесь мы с вами видим, несмотря на то, что есть небольшой глючик, мы должны... А! Мы должны изменить файлик авторан. Потому что здесь у нас есть переключение на внешний экран. Здесь никакого внешнего экрана нет. Поэтому вот на этой строчке наша программа стопится. Мы ее уберем, сохраним, сделаем ребут. И теперь, по идее, мы с вами уже должны оказаться в нормальном окружении. В том месте, где нам с вами нужно. И давайте удостоверимся, что это действительно так. И я буду писать ответную часть программки. Да, все у нас с вами замечательно. Окей, увидимся. Итак, YouTube для вас прошла буквально секунда. Для меня, по-моему, около трое суток. Я писал себе программку. И вот у меня сейчас опять что-то случилось. У меня почему-то вырубился мой экранчик. Ну ладно, сейчас, если честно, у меня нет никакого желания это дело, как сказать, выяснять, почему так случилось. И как интересно. Я не могу прервать программу. Видать что-то... О! Отлично. Press any key to continue. Это очень актуально, особенно учитывая то, что я не могу press any key. А нет, у меня получилось. Только единственное, что у меня переключился дисплей на этот монитор. Ну ладно, придется выключить компьютер и включить его снова. Все, как нас учат великие книжки по IT и по всему прочему. Так, что нам с вами в итоге удалось сделать? Точнее, мне, что мне удалось сделать за кадром? Мне себе удалось написать программу. Да почему у меня перестал грузиться компьютер? А! Удалось написать программу для планшета, который бы успешно связывался с основным компьютером и перетаскивал на себя информацию. Сейчас мой планшет находится, если я ничего не путаю в чаджере. И давайте его включим. Грузить штука. Более того, я его проверил на большой высоте. Ну как на большой высоте? На высоте шестого этажа своей башни. Он там все еще функционирует и, в принципе, больше мне не нужно. В принципе, OpenComputer предусматривает способ, как сделать этот планшет и, в данном случае, этот компьютер, более дальнобойными в плане беспроводной сети. И, в принципе, мы можем с вами увеличивать силу сигнала, на который работает наша беспроводная карточка. Но при этом, конечно же, все это дело будет сжать больше энергии. Нам это как-то особенно не сильно сейчас нужно, потому что у нас с вами все и так работает. Я запускаю программку Main. Здесь у нас рисуется интерфейс. Написано, что подключаюсь к удаленному терминалу. Через какое-то время он должен подключиться, если я нигде ничего не наманьячил. Очень бы хотелось, чтобы так оно и было, потому что я это проверял и это работало несколько минут. Ладно, несколько часов назад. Наконец-то я нашел время на запись, и почему ты не подключаешься, зараза такая. Все же, блин, работало! Ладно, давайте подождем еще какое-нибудь время. На самом деле, у нас тут есть люди на сервере. Давайте проверим TPS 10. Совсем все плохо, может быть, мы просто не успеваем соединиться. Ладно, давайте он соединиться, и я все-таки вернусь. И подключение установлено. У нас с вами рисуется интерфейс. Надо было просто перезагрузить компьютер. Мы получаем данные с удаленного терминала, и вот они все. Отлично, мы видим то, что у нас квантовый мост онлайн. Мы видим, сколько у нас энергии в МФСУ. Мы видим температуру реактора и сколько он сейчас вырабатывает. Кроме того, здесь есть все те же самые две кнопки. Резервное питание и активировать мост. И, конечно же, кнопочка выйти из интерфейса. Так что, в принципе, теперь мы с вами где бы ни находились, наверху, внизу, без разницы. Главное, что в пределах действия беспроводной карты мы сможем с вами видеть, что же у нас происходит. И, конечно, было бы немножко лучше, если бы у нас поменьше вагал сервер. Но с этим, к сожалению, ничего не сделаешь. И еще по какой-то причине у нас с вами Applied Anarchistics не хотел автоматически использовать уран из самого Industrial Craft, почему-то используя уран исключительно из механизма. Ох, ох, мне уж этот механизм. Хотя на самом деле все очень интересно. Там вроде PowerDiction, они совпадают, но почему-то вот именно в крафте рецепт другой использоваться не хотел. Ну, ладно. Смотрите, в принципе, у нас с вами вот такая вот система, можно было бы сказать, что уже готова и успешно работает, если бы не одно но. У нас с вами вот этот самый замечательный планшет имеет тенденцию разряжаться. Особенно, если у нас с вами нормальный тикрейт на сервере. И если мы с вами долго его, как сказать, содержим вот в таком состоянии. А каждый раз выключать его и включать в случае необходимости, конечно, можно, но не очень бы хотелось. Кстати, мы видим, потому что статус у нас активен. Если у меня выключится планшет, то через некоторое время эта надпись изменится на тайм-аут. То, что, в принципе, тоже весьма нормально. И, как обычно, всем привет от Корвина, который здесь устроил очередную бесяку. Поэтому я все-таки так подумал и решил, что надо бы придумать способ, каким образом этот наш планшет автоматически перезаряжать в случае необходимости без спуска суда. Сделаю я это, в принципе, на эндерчестах. Но, если быть точным, то не просто на эндерчестах, а на эндерчесте плюс эндерсумочки. Так, как я делал в свое время, кажется, это была третья фантазия у магов, когда я себе таким образом заряжал палочку. Хотя, возможно, это было и на Цвелс 1.64, не помню. Мы себе сделаем эндерчест, и нам нужно себе сделать, кстати, эндерпалч. Такая вот эта вот наша сумочка. Ух ты, у меня даже на нее все, оказывается, есть. Замечательно. И в плане цветов, что у меня с красным? С красным у меня плохо, что у меня с желтым? С желтым у меня отлично. Сделаю я ее себе белый-белый-желтый. И надо взять, как обычно, алмазик. Кроме того, давайте возьмем себе Transfer Note. И нужно нам себе взять Item Filter. Сейчас песочек стоит, нам это совершенно неинтересно. И, кстати, надо бы еще ведь придумать способ обратно... А, эх, нужен еще один Transfer Note. Еще один Transfer Note. Давайте сделаем сразу четыре. Здесь, кстати, нам нужен еще один Item Filter будет. В чем суть для тех из вас, кто вдруг не знает, как это работает? С вами нужно куда-нибудь поставить... Кстати, Transfer Pipe еще, конечно же, нужны. И вот, смотрите, кстати, есть иногда некоторые плюсы в том, что сервер лагает. Наш планшет до сих пор не начал разряжаться. Хотя, в этом же и минус. Я не смогу настроить систему сразу. Ну, что поделаешь. Будем идти ко всему плавно. Давайте поставим сюда Ender-сундук. Сделаем его желтым-белым-желтым. Такую комбинацию я точно у себя здесь нигде не использую. И заприватим. Возьмем нашу Ender-сумочку. Ender-сумочка. И ее привяжем к нашему сундуку. Отлично, замечательно. Дальше. Нам нужно сюда будет поставить... Давайте, наверное, снизу попробуем. Интересная эта штука сможет снизу получать в себя предмет. Али нет. Поставим сюда трансфер-ноду. Ей нужен фильтр. А в фильтре здесь, по идее, должно быть... А давайте сделаем, наверное, обратный фильтр. То есть забирать мы отсюда будем все, кроме... Нам для этого нужен Redstone-фонарик. Давайте выключим планшет. Shift-правый клик. Отключайся. Ага, понятно. У него просто не обновлялся его интерфейс. Это немножко обидно. Придется его зарядить до полной все-таки. Заряжайся. Я надеюсь, что, кстати, эта штука мне сможет его еще и отдать. Давайте сюда поставим сразу трансфер-ноду и проверим, так ли это. О, да. В нее засунулся уже наш планшетик. Какая шустрая нода. Единственное, что она хочет его поместить вот сюда. Надо бы как-нибудь тоже с этим будет разобраться. Разобраться с этим достаточно просто. Нам просто нужно взять себе какой-нибудь кавер. Совершенно без разницы, из чего он сделан. И, кстати, каверов мне понадобится сильно больше. Ну, ладно. С этим разберемся. Так, планшет у нас вроде тут полностью зарядился. Иди сюда. И давайте себе сделаем один из фильтров полностью инвертированным. Inverted. Откроем его и укажем здесь планшет. Единственное, что я не помню, не нужно ли нам к нашему айтем-фильтру присобачить что-нибудь еще, чтобы он понимал мету. Но очень скоро тоже мы это узнаем. Кладем сюда наш фильтр. И кладем сюда наш планшетик. Планшетик у нас не забрался. Отлично. А если я теперь этот планшетик сделаю включить, чтобы у него немножко энергии, так сказать, сожглось. Откуда у меня уголь взялся? А, я его выкопал. Ну. Из-за лагов у нас периодически неправильно отображается текущий каталог. И вообще еще много что неправильно отображается. Надо бы сделать, кстати, какую-нибудь маленькую программку, которая бы мне говорила, сколько у нас в планшете осталось энергии. Давайте его немножко разрядим. Это случилось. У него поменялась мета. И по идее теперь он по-хорошему должен был бы попасть уже вот сюда. И он попал. Отличненько. Просто замечательно. То, что нужно. Я очень этому доволен. Теперь давайте сюда проложим трубы. И надеюсь, что ты сможешь запихнуться в чарджер. Наш планшетик. Куда делся? Где планшет? А, вот он. И он зарядился. А вот теперь у нас белый список. Еще один будет. Только заряженный планшетик. Здесь уже не инвертед. Нет, здесь прямой список. И никакой другой у нас должен при помощи трансфер ноды. Я не могу ее сюда поставить пока. Блин, если я ее сейчас поставлю сюда, я теперь здесь не смогу поставить, скорее всего, крышечку. Да? Нет? Нет? Да? Что, смогу? Смогу! Великолепно. Так, и мне бы еще найти себе некоторое количество трансфер пайпов. Давайте сделаем. Ладно, смотрите-ка, я вас обманул. Я смогу это дело автоматизировать прямо сейчас. Проложим сюда трубу. И поставим сюда фильтр. И теперь только заряженный планшет должен у нас успешно прийти в этот сундук. Ну, ты же заряженный планшет, почему ты не хочешь в сундук? И что, был не полностью заряженный планшет? Не говорите мне, что Redstone сигнал на нее влияет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, интересно. А если я здесь все-таки сделаю тогда Redstone сигнал постоянным и сделаю его с какой-нибудь другой стороны? Видимо, придется это сделать отсюда. И как бы мне поставить сюда Redstone сигнал так, чтобы его можно было прикрыть крышечкой? Если честно, я не уверен, что я могу такую штуку, допустим, провернуть с рычагом. Ну-ка, давайте проверим. Рычаг и крышечка. О, смогу. Большое спасибо Chicken Bones за то, что его Forge Multipart понимает еще и ванильные предметы. В качестве микроблоков. И до суда теперь сигнал не дойдет или все равно дойдет? Ой-ой-ой-ой-ой, похоже, что все равно дойдет. Как-то можно же было, кажется, изменить поведение трансфер-ноды, чтобы она не реагировала на Redstone сигнал. Дайте мне секунду. И эти у проблема. Я уж было хотел себе сделать вместо обычной ноды Retrieval нод, для того, чтобы, собственно, наша нода, ну, переместить ее вот отсюда и поставить к сундуку. А оказывается, дело-то не в этом. Я сюда сейчас вернул Redstone сигнал, но у нас с вами успешно все отсюда забирается. Потому что есть такое ощущение, что у этого планшета меняется его тип буквально каждую зарядку. То есть стоит мне его вообще посадить в зарядник, и уже все. У него другой тип. Так что наша вот эта система по автоматической зарядке, к сожалению, работать не будет. Давайте это все дело отсюда уберем. Я подумаю, что еще можно сделать. Хотя, боюсь, что дело здесь даже не в способе вытаскивания предметов. То есть, будь это Extra Utilities, или, допустим, если я сейчас попробую это сделать на Эндорайо, боюсь, что будет то же самое. Хотя, конечно, попытка не пытка. Я, так сказать, надежду не теряю. Но я думаю, что с этим тогда мы с вами будем играться немножко позже. Я думаю, что какое-то время мы с вами сможем побегать сюда и позаряжать планшет. Единственное, что надо тогда вернуть нашу замечательную систему по автовключению Redstone сигнала. Где мой гейт? Autarkic. Я нашел самый, конечно же, дешевый гейт, который мог. ItemSendInventory, RedstoneSignal. Окей. Так, ладно, сюда побегаем. Но у меня опять погас экранчик. И хотя бы сейчас что-то вот сюда нарисовалось. Есть такое ощущение, что компьютер перезагрузился. Или все-таки это лаги. Меня очень сильно смущает то, что экран у меня полностью пустой. Давайте себе попробуем сделать штуку по названию Монализатор. Она, кстати, у меня даже есть уже. И попробуем выяснить причину краша. Если, конечно, у меня получится это сделать. Шифт, правый клик. Энергия. Представленные компоненты. Хранимая энергия. И ничего здесь, собственно, у нас и нет. А где-то у меня это было написано о том, что используете анализатор для того, чтобы проверить, почему что-то крашнулось. Или я должен это делать куда-то? Да нет. То есть, видимо, нифига не крашнулось. Видимо, просто почему-то здесь пропало изображение. Это досадно, на самом деле. Потому что мне бы совершенно не хотелось, чтобы такое случилось. Эх, не сообразил я. Надо было, прежде чем его перезагружать, попробовать все-таки присоединиться к компьютерам, к системе. Ох, ну ладно. Я думаю, с этим мы с вами будем думать что-то отдельно. YouTube это такое ощущение, что просто тупо лаги. Потому что есть у меня такое небольшое, нехорошее ощущение, то что автор, не знаю, к сожалению, как его зовут, Open Computers, просто слегка перемудрил с оптимизацией. И в итоге у меня не может собраться мультиблок, из-за того, что низкий тикрейт на сервере. То есть, сейчас я перезапустил компьютер, снова запустил программу, но теперь здесь не выводится вообще решительно ничего. Хотя, в принципе, конечно, с одной стороны, это неплохой, наверное, способ проверить, будет ли наш планшет работать сам по себе. И раньше, если честно, такой фигни не было. Как-то меня это слегка напрягает. Здесь у нас вроде с вами все работает. Ну, ладно. Я думаю, что я буду отлаживать программу, чтобы снова не задержать выход серии на несколько дней. Потом как-нибудь, когда у меня будет со временем посвободнее. А сейчас все-таки я... Давайте, во-первых, вернемся наверх. Я долго думал над предложениями, которые вы мне писали в комментариях прошлой серии, что же делать с мостом для нашей комнаты Витчери. И, кстати, да, я как-то так мельком в прошлой серии упомянул. Я здесь себе немножко расчистил проход. Опять же, буду немножко посвободнее. Попробую из него сделать что-нибудь более лицеприятное, чем такую странную шахту со ступеньками. На которой, более того, могут спауниться мобы. Когда-нибудь, возможно, это случится. Возможно, кстати, и нет. Потому что, если вдруг вы не смотрели мой стрим по... Ну, какой он там стрим был? По даже киперу забыл название игры. По его ремейку. То я там говорил, что Цуэлсу осталось жить, в принципе, совсем недолго. Где-то около недельки. После этого будет вайп и новая сборка. У меня там будет отпуск. Ну, ладно, обо всем почитайте в Твиттере. Кстати, люди, подписывайтесь на мой Твиттер. Если вы не хотите подписываться на мой Твиттер и даже не читаете то, что я пишу в новостях во ВКонтакте, не надо мне потом говорить то, что Зиг, где серия, ты не предупредил. Я предупредил. Вы просто не увидели. Уж извините. Так вот, из вариантов. Я все-таки хочу попробовать использовать карандаши. Даже если быть точным, то не карандаши, а маркеры. А нет, по-моему, именно карандаши. Из OpenBlocks. Которые мне позволят... Ну, Pencil уже. Pencil не так пишется. Которые мне позволят сделать себе невидимую, так сказать, невидимый мост для моей вечери комнаты, для моего пьедестала. Давайте попробуем. Если честно, я пока что не очень уверен в том, что это таки прямо сработает. Потому что я не помню, нужно ли мне чертить это дело карандашом или маркером. В чем разница? В первом случае мы с вами не будем проходить через эти блоки, если на нас не надеты очки. Во втором случае будем. Вот если бы я еще помнил, какое из них какое, у нас здесь появился блок, и это блок вполне себе осязаемый. Теперь я сниму очки. И... И он все еще осязаемый. Отлично. Значит, если сделал все правильно, значит, нам действительно нужен карандаш. Теперь этот блок мы отсюда успешно уберем, как только он материализуется. И пойдемте перестроим себе мостик. Потому что все-таки, да, я согласен с тем, что я уже достаточно часто себе делал дроубриджи. Понятно, я думаю, почему здесь так мрачно. Кстати, очень забавно получилось. Надо, наверное, еще навешать на стены какого-нибудь освещения, а то как-то действительно мрачно. Вот. И, в принципе, на этой сборке можно делать мосты, как вот мне кажется, только двумя способами. Либо при помощи дроубриджей, либо при помощи Steve's Factory Manager. И то это будут такие не совсем мосты. Так что давайте, наверное, попробуем остановиться на карандашике. Попробуем себе сделать такой невидимый мостик. Он будет виден всем тем, кто носит очки. Все логично. Но при этом ходить по нему смогут все без исключения. Включая меня. И у меня сдох карандашик. Как-то я не думал, что он настолько у нас... Как бы это сказать? Что он настолько на малое использование. Ну ладно. Давайте себе сделаем еще один. Pencil. Магический карандашик. Еще один глаз нужен. Даже, наверное, знаете что? Давайте сделаем сразу два карандашика. Они на 10 использований. А у меня 18 блоков. И сделал я всего-навсего 6, что ли. Или что-то типа того. Так. Ать. И, кстати, в таком случае, наверное, можно сделать ему еще и заборчик. Тоже невидимый. Назовем это дело прыжок веры. И как раз у меня, блин, горелый, хватило одного карандаша. Кто бы мог подумать. Ну ладно, я же еще хотел сделать вот здесь блоки. Поэтому все нормально. Чтобы мы случайно сюда не спрыгнули. Более того, сделаю я их. А не сделаю я их. Надо было делать еще один карандашик. Так. Мы с вами все еще ходим. Давайте снимем очки. И мы можем здесь перемещаться. Единственное, что вот здесь надо быть осторожнее. Потому что можно случайно свалиться. Ну давайте, наверное... А давайте сделаем еще один карандаш. Пусть уж стенки тоже будут вполне себе осязаемыми. И мы не будем случайно через них иметь возможность перепрыгнуть. Еще один карандашик. Пойдемте дорисуем. Так. Только надо вернуть очки. А то нифига не видно. И очень некомфортно. Раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре, пять. Все. Теперь мы здесь даже случайно не можем преодолеть эту стену. Что очень неплохо. Ну что, клево. Очень забавно, кстати, получается. Спасибо за идею. Мне нравится. Так. Но нам все-таки надо бы себе сделать еще хотя бы Golden Chalice. А, кстати, у меня есть такое ощущение, что я его делал. Почему так получилось, что я его не делал? Или на него у меня чего-то не хватало? Она просто чаша. Или у меня ее кто-то свистнул? Мою замечательную чашу. А, мне был нужен Atune Stone. Ну и ладно. Есть у меня Atune Stone. У меня же система теперь умеет автоматически заполняться лавой. Ну, не то чтобы автоматически, полуавтоматически. Кто-то мне, кстати, предлагал сюда поставить еще жидкостный терминал. Но я, если честно, в этом не вижу смысла совершенно никакого. И сейчас у нас здесь с вами находится 3906 энергии. Чаша. 5208. Отлично. Из меня выпал Mandrake. Mandrake. Так. Теперь давайте сделаем еще по традиции канделябр. Канделябра. Канделябра. Еще один Atune Stone. Для этого мне нужна... О, у меня есть еще один лава-бакет. Обалдеть. Оттюнтстоун. Наверное, все есть. Да. Канделябра. Давайте посмотрим, что будет с ней. Как тут наша, кстати, система. Я ее забыл запустить. Давай, подключайся. Ну, хотя... О, подключение установлено. Смотрите-ка, все работает. Ну, давай, прорисовывайся. Замечательно. Великолепно, я бы даже сказал. Есть у нас с вами модный планшет, который нам показывает, как состояние у нашего реактора. И 5208. И скорость регенерации Х5. Канделябр дает именно скорость регенерации. Ну что, тоже неплохо, я считаю. Ну, давай, подбирайся штуковина. И все-таки да, такой мост мне очень нравится. Но мосты-мостами. А нам с вами пришла пора прощаться, к сожалению. С вами был Zig the Hedge. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте, что если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать меня финансово на проекте Patreon. Ссылка на который находится под любым из моих видео. Спасибо большое всем патронам, которые уже меня поддерживают. А мы с вами увидимся в следующий раз. До новых встреч. И счастливо!